Доброго времени суток, где бы вы ни были с нами в мире. Мы очень рады, что вы с нами сегодня. У нас идет прямая трансляция, в том числе и на YouTube. И мы хотим просто всех поприветствовать. Хочу убедиться в том, что все знают, что если вы находитесь с нами в Zoom, то вы можете выбрать перевод. Если вы меня слышите, то вы его уже выбрали. И сегодня у нас есть перевод на 10 разных языков. Поэтому, безусловно, воспользуйтесь этой возможностью послушать перевод, если он вам требуется. Итак, друзья, ну что ж, у нас был по-настоящему удивительный месяц. Август был просто удивительный. И сейчас мы начинаем, только начинаем замечательный месяц сентября. Наши показатели работы Форекс все еще по-настоящему в огне. Сегодня доктор Анна поделится с нами некоторыми обновлениями касаемо искусственного интеллекта в криптовалюте. И я уверен, что все готовые ждут, не дождутся увидеть, как ИИ криптовалюты начнет так же хорошо показывать результативность, как и ИИ в Форексе. И сегодня будет интересный месяц с интересными обновлениями. Поэтому очень замечательно, что сегодня с нами есть доктор Анна. Нас ждут некоторые замечательные обновления. Наш пул ачиверов, пул билдеров. Мы сегодня поделимся со всеми вами финальными цифрами бонусов за август. Но опять же, этот месяц был выдающимся для всех этих пулов. Огромное количество новых пейсеттеров. Поэтому нам с вами есть о чем сегодня поговорить. И, кстати, может быть, нужно, наверное, начать с самого важного. Ну, да, друзья, мы так рады. Мы так рады, что наши лидеры, наши пейсеттеры, наши люди со всего мира очень рады и в предвкушении нашего февральского мероприятия. И мы верим в то, что это мероприятие будет катализатором, который поможет вывести проект Дейзи на совершенно новый уровень. Нас ждут по-настоящему большие объявления на этом мероприятии. Энергия, которую мы туда привнесем, будет удивительная и сможет шокировать этот мир. Это будет тем моментом, когда Дейзи сможет занять свое место в мире. Сможет по-настоящему занять свое место на глобальной сцене, как один из самых мощных децентрализованных проектов во мире в целом сегодня. И вы просто не хотите это упустить. Мы собираемся сделать все, что от нас зависит, чтобы это мероприятие было удивительным. Это все будет происходить в арене Кока-Кола, в Дубае. То время, которое мы проведем вместе. Те отношения, которые мы сможем совместно выстроить. Те люди, с которыми вы сможете встретиться со всего мира. Те люди, которые думают так же, как думаете вы в вашей жизни. Это будет просто по-настоящему удивительная. Энергия будет бить через край, и вы не хотите это пропустить. Мы хотим убедиться в том, что все имеют возможность воспользоваться замечательной ценой на билеты, которые есть сегодня, 7 сентября. Она изменится. 7 сентября цена повысится. Поэтому, если вдруг вы еще не успели приобрести билеты для мероприятия I told you so, или я же вам говорил, который будет в 2023 году в Дубае, то имейте в виду, что сегодня как раз та неделя, когда лучше всего это сделать. Вы можете организовать ваши группы, и вы можете получить скидки, если вы будете бронировать группы сразу. Это будет по-настоящему удивительным мероприятием для всей индустрии. Но те объявления, то, что нас ждет в феврале, вы просто не хотите это пропустить. Поэтому убедитесь, что вы переходите на сайт toldyousoll23.com. Обязательно в чате, в Телеграме продублируем вам ссылочку. Итак, Эдвард, с добрым утром, Илья. С добрым вечером тебе. С добрым утром, добрым вечером. Да, привет, Джереми. Джереми, ты, кстати, очень важное сказал по поводу билетов, потому что сейчас уже сентябрь, и осень уже, считай, началась. И у нас осталось меньше полугода. И мы видим, что из-за того, что 7 сентября будет увеличена цена, мы видим, как продажи билетов потихонечку увеличиваются, потому что увеличение цены будет на 50 долларов, а это вполне ощутимо. Поэтому, опять же, мы очень хотим, чтобы все приобретали билет по возможности сейчас, перед повышением цены. Всегда хорошо покупать билеты сразу для группы, потому что вы можете сразу всех ваших членов команды пригласить. Поэтому убедитесь в том, что вы все переходите на тот сайт, о котором сказал Джереми. Имейте в виду, что 6 месяцев – это совсем скоро. Мы уже чувствуем ту энергию, тот заряд, который в этом есть. Время летит. Поэтому это будет по-настоящему мероприятие, которое сможет многое изменить. Да. Вы можете заранее забронировать билеты, так они также будут экономичнее. Вы можете также забронировать ваши отели. Одно из больших преимуществ бронирования заранее и подготовки заранее заключается в том, что вы можете получить доступ к самым лучшим отелям перед тем, как они будут полностью забронированы. Поэтому убедитесь, чтобы все это использовать. Ведь вся эта информация, опять же, она находится на сайте toldyusow23.com. И опять же, мы обязательно это опубликуем отдельно в нашем чате в Телеграме. И это мероприятие, на котором с нами будет доктор Анна. Доктор Анна, ты же будешь с нами в феврале, да? И, скорее всего, может быть, и Дмитрий к нам присоединится, может быть, и Рой присоединится из Эрдстон-Янга. Поэтому посмотрим. Должно быть весело. Но у нас однозначно на этом мероприятии будут некоторые новые спикеры, некоторые новые лица, которые вы сможете там увидеть. Да, это точно. И это будет также замечательным временем для празднования. Мы уже видим, как это потихонечку начинает происходить. Если вы смотрели на то, какие у вас показатели в Форексе, там уже идет повышение на 140%, начиная с 1 апреля. 4 октября у нас будет проходить наши самые первые автоматические выплаты выплаты по 6-месячным показателям, то есть бонусные пулы, бонусы Unilevel, Paysetter пулы. Все, что задействовано, это будет просто по-настоящему в целом великолепный момент для большинства людей, начиная с октября. И это, конечно же, только начало. И в этот момент этот остаточный доход, этот доход, эти бонусы начнут выплачиваться. Поэтому сентябрь будет по-настоящему интересным месяцем. Бонусный пул для ачиверов и для билдеров. По-настоящему сейчас очень хорошие показатели нам дают. Какой у нас сейчас общий? Ну, я думаю, что пул ачиверов сейчас у нас в районе 3400, а пул строителей там примерно по 100 долларов на одну долю. То есть и в этом месяце, я думаю, что у нас намного больше людей в билдерах, чем в прошлом, потому что в прошлом месяце было, по-моему, 65, а в этом 100. Да. То есть там доли выплачивают больше. Я думаю, что мы с вами начнем потихонечку видеть некоторые, знаете, ну, не хочу это говорить, слух. Да, здесь сложно, конечно, предугадать. Но нам, конечно, нужно просто подождать. Ведь если вы получаете квалификацию в пуле ачиверов, то вам достаточно квалифицироваться один раз и будете получать выплаты до тех пор, пока этот пул работает. То есть на протяжении ближайших годов или двух. Это ведь по-настоящему удивительно, ведь 3200 долларов в виде бонуса. Ведь есть люди по всему миру, которые работают полный рабочий день по 5-6 дней в неделю. Многие из них не зарабатывают по 3000 долларов в месяц. А здесь это всего лишь один бонус. Заодно единоразовое достижение. И все, что вам нужно для того, чтобы получить долю, каждая личная... Человек, которого пригласили, дает вам долю в этом пуле. У нас есть люди, которые уже заработали многие доли в одном этом пуле. Поэтому это по-настоящему удивительно. Это просто является еще одним постоянным источником дохода, который вы можете получать прямо сейчас, учитывая этот промо Forex Momentum. И к тому времени, как у нас начнется наше мероприятие, наше предсказание в криптовалюте, я говорю это, потому что доктора нас здесь слушают, это достаточно реалистично. И это вполне возможно. Это на самом деле возможно для того, чтобы криптовалюта показала лучшие результаты, чем сейчас показывает Forex, потому что у нас будет то... И может быть, я, конечно, немножко перепрыгиваю, но на прошлой неделе у нас был созвон с доктором Анной, если вы помните, да? У нас был созвон в субботу. Мы каждый день созваниваемся, но мы еженедельно по субботам созваниваемся, чтобы посмотреть, как у нас все проходит. То есть у нас двухчасовые созвоны, в рамках которого мы проговариваем все то, что у нас уже успело произойти. И смотрите, вот у нее есть 17 замечательных ученых, которые работают постоянно под ее руководством. Они все очень опытные, умные ребята. У них огромное количество разных оптимизаций. Это выдающиеся математики. И сейчас все уже готово. Сейчас все находится в стадии построения. Сейчас уже все готово к тому, чтобы запуститься в сентябре. И мы надеемся, что больше не будет каких-то дополнительных нововведений. Доктор Анна поговорит об этом отдельно, но я был очень-очень вдохновлен последним созвоном после разговора с доктором Анной, потому что я видел, как происходили по-настоящему удивительные вещи с точки зрения разработки. Поэтому я думаю, что мы вполне скоро увидим, как это все воплощается на практике. Да, Эдвард, спасибо, что ты об этом начал говорить, потому что я думаю, что сейчас как раз правильное время, чтобы об этом говорить. Нас часто об этом спрашивают. Я думаю, что все сообщество в целом ждет того. Ведь мы запускали DAISY с этой разработки искусственного интеллекта в криптовалюте. Я думаю, что здесь очень важно это все поместить в определенную перспективу. Во-первых, нужно понимать, что мы по-настоящему являемся краудфандинговой платформой, где мы при помощи общественности собрали деньги на разработку этого искусственного интеллекта в криптовалюте. То есть это не было нечто такое, что уже существовало. Это было нечто новое. Это было то, что мы разрабатывали. Ведь этого не существовало до того, как мы начали с этим работать. И мы это смогли профинансировать, будучи проектом краудфандинга. Мы наняли Endotech, мы наняли эти команды, чтобы они прошли по этому пути. И это настоящий процесс, процесс, в рамках которого мы дойдем туда, куда мы идем. И здесь очень важно, чтобы у всех было понимание, что одна из причин, по которой вы получите настолько выдающуюся награду, и почему вы получите настолько хорошую отдачу от того, что вы являетесь частью Дейзи, особенно Рана, то есть участвуя в разных пакетах криптоискусственного интеллекта, одна из самых больших наград, которые мы получим, придет нам потому, что мы готовы пойти по этому процессу, по процессу, в рамках которого мы готовы идти до победного. Ведь тогда мы понимаем, что у нас сразу открывается эксклюзивный доступ к тому, что еще ничего не существует в мире. Это вторая точка, о которой я хочу поговорить. Ведь наш путь развития и разработки, он будет стоить того. Я хочу, чтобы вы все понимали, что прямо сейчас в криптомире нет ничего такого, что существовало бы, что было бы похоже на то, что выстраивает Доктор Ан и ее команда прямо сейчас. Ничего похожего даже не существует. И видение того, куда это все идет, и показатели, которые мы ожидаем увидеть из этого, это нечто, что мир раньше не видел. Мы, по сути, сможем миру показать и представить миру самую мощную, самую эффективную, результативную таргетку, хочу сказать, что это будет по-настоящему одной из самых удивительных вещей, которые происходили как в Дэйзи, так и во всей этой индустрии. О нас будет говорить весь мир. У нас и есть одна самая показательная стратегия с искусственным интеллектом в мире. И ведь это является, по сути, наивысшей желанной точкой. То есть это как Святой Грааль, это то, что мы хотим сделать, получать постоянные, выдающиеся результаты. Такого в мире раньше никогда не было. И мы хотим вдохновить всех, ведь сентябрь будет по-настоящему интересным месяцем. И следующие 90 дней будут очень интересными. И Дэйзи сможет по-настоящему повлиять на мир так, как мы всегда об этом мечтали. Поэтому в жизни великие вещи часто требуют определенного времени. Часто для них необходимо пройти определенные вызовы. Очень часто подобные вещи требуют очень серьезной концентрации. Поскольку, если это стоит того, чтобы это делать, то это стоит того, чтобы сделать это правильно. И если эта идея достаточно сильна, то тогда все эти вызовы стоят того, чтобы через них пройти. И Эдвард, я не могу сказать, насколько я на самом деле с тобой согласен. Потому что когда мы видим, сколько всего сообщество ждет, когда это все сможет проманифестироваться, когда это все наконец сбудется, мы обещаем вам, что там будут по-настоящему удивительные, удивительные моменты для празднования. Это будет замечательная совместная победа. И это еще одна из причин, по которой я говорю вам, что бронировать ваши билеты на наши события в Дубае нужно сейчас. Потому что когда мы покажем всему миру те результаты, которых мы достигли, когда мы покажем им, что нас ждет дальше, Дейзи будет, по сути, самым большим проектом в этой индустрии, да и во всем мире, по сути, из-за тех показателей, результатов, которых мы добиваемся, из-за того, какие результаты эта команда искусственного интеллекта способна продемонстрировать. И я понимаю, что мы уже не первый раз это говорим, но мы просто еще раз вам говорим, что то, что мы обещали, это вполне реально. Вполне скоро эти обещания будут исполнены, и мы увидим некоторые замечательно выдающиеся вещи. Итак, доктораны, передаем словом вам, чтобы вы могли поделиться некоторыми обновлениями с вашей стороны касаемо того, что происходило в мире эндотека. Да, друзья, огромное спасибо вам за такое мощное вступление, введение. И я хочу немного поговорить с вами для начала не о текущей версии разработки, а о том, что происходит на рынке в целом, о том, что происходит в том числе и с нами, и со мной. Для начала, я думаю, что вы знаете, что тот медвежий рынок, который, по сути, начался в ноябре, докатился до нашей индустрии, многие компании обанкротились, многие деньги были украдены. Но причина по всему этому заключается в том, что многие компании, которые занимаются работой в этом пространстве, слишком сильно радовались тем бычьим движениям, которые происходили. Некоторые из них слишком много своих портфелей настраивали так, как будто бы мы все еще в бычьем рынке. И нам нужно принять, что мы, например, были очень осторожны с нашим контролем риска. И именно поэтому это не затронуло нас так, как затронуло многие другие компании, которые брали огромные кредиты, которые работали с огромным количеством плечей, и которые надеялись на то, что просто вот бычий рынок никогда не закончится. Поэтому мы увидели, как огромные компании, хеджевые фонды, другие компании, которые, по сути, банкротились во время этих медвежьих сценариев, которые разыгрывались в последнее время. Так, можно, пожалуйста, следующий слайд? И я хочу поговорить с вами о следующем. Я хочу поговорить с вами, ведь то, что мы по-настоящему хотели сделать в самом начале нашего проекта, и хочу поговорить с вами о том, как это все выглядит прямо сейчас. Хочу поговорить с вами о том факте, что версия 2.0, она, по сути, является всем тем, что мы хотели, чтобы произошло. Но мы хотим все равно добавить несколько дополнительных функций и моментов, чтобы показатели были в полном соответствии с тем, что мы хотим. И то, что у нас было в самом начале проекта, это статистические наблюдения за рынком. Мы наблюдали, что в мире высокой волатильности у нас есть одновременно высокая волатильность, высокий риск, высокий возврат за риск и высокая вероятность того, что мы сможем работать вместе с трендом. И это происходит на многих рынках, когда они еще молодые, когда они находятся в активной фазе. Ведь там тренд – это твой друг, и ты можешь спокойно на тренде выехать достаточно далеко, при условии, что статистически это хорошая идея. И то, как мы раньше с этим работали, мы старались найти самое начало тренда, чтобы вкупать начало тренда, и потом искали бы конец тренда, и при его окончании бы хотели выйти с продажей. И это работало с обоими алгоритмами, которые могли покупать как в длинную, так и вставать в короткие позиции. Наша ошибка заключалась в том, что мы несимметрично размещали наши сигналы покупки и продажи в наших портфелях. Даже когда у нас проходили сигналы на продажу, мы не выполняли эти сигналы полностью, всем нашим капиталом. Версия 2.0 – это та версия, которая помогает нам быть более… Одна из причин, по которой люди не любят шортить, это не потому, что это несимметрично или потому, что каким-то образом эмоционально, потому, что шортить или вставать в короткие позиции – это очень агрессивно. Там больше волатильности, там очень похоже на метание ножа, потому что это в целом очень агрессивная фаза. И поэтому перед тем, как вы сможете добиться успеха в исполнении подобных заказов, вы, как правило, стараетесь не шортить, потому что, опять же, если вы где-то что-то чуть-чуть упустите, то вы можете причинить вред себе или своему портфелю. Поэтому… Так, можно, пожалуйста, на следующий слайд перейти? Спасибо. Итак, следующее. Та версия, с которой нам было сложно, то есть версия 2.0, которая была выпущена буквально несколько месяцев назад, это, по сути, та версия, которая подготовила наш технологий искусственного интеллекта к тому, чтобы быть намного более точной с теми рынками, в которых мы работали. И были определенные подходы в разных институциональных рынках, в разных институциональных командах, где считалось, что для начала нужно смоделировать рынок и только после этого за рынком моделировать ваши стратегии. Поэтому вместо того, чтобы абстрактно создавать очень умные стратегии, ведь это то, что хочет большинство, сначала нужно смоделировать то, что происходит на конкретном рынке. То есть здесь, например, вот в Medallion Funds они определяли 8 разных состояний рынка, которые они предсказывали в рамках этих разных состояний рынка, они выполняли свои разные стратегии. Здесь, на нашем графике, мы видим, что каждый сегмент рынка отличается. Мы видим эту определенную постоянность в этом состоянии. То есть в середине у нас есть вот эти такие, скажем так, холмы, да, которые поднимаются и опускаются. Затем у нас есть вверх идущий тренд, который следует очень похожей амплитуде и очень похожей скорости прирастания. У каждого состояния есть свои собственные характеристики, свои собственные верхи и низы, свои собственные разрывы между максимумом и минимумом. И когда мы начинаем понимать эти разные состояния рынка, мы получаем возможность использовать совершенно другие методологии с нашим искусственным интеллектом для того, чтобы стараться оптимизировать получаемые нами результаты. И эти значительные изменения искусственного интеллекта были внедрены в 2.0, где мы поменялись и перестали использовать инструменты для того, чтобы стараться предсказывать стратегии. Мы сначала начали стараться предсказать состояние рынка и затем использовать большое количество разных инструментов и возможностей для того, чтобы эту возможность использовать в рамках каждого существующего состояния рынка. И затем началась веселая часть. Как говорил и Джереми, и Эдвард, сейчас у нас очень большая компания, большая команда экспертов, специалистов в искусственном интеллекте, квантов, которые работают для того, чтобы создать эти микропаттерны, для того, чтобы создать это, чтобы мы могли попробовать использовать разные инструменты в разном состоянии, чтобы это улучшить. Это достаточно непросто, даже когда вы видите это собственными глазами. Это может казаться простым, но, тем не менее, это очень сложно. И здесь я бы хотел поделиться кое-чем личным. Как вы, скорее всего, знаете, некоторые из лидеров сравнивают нас с Теслой и сравнивают почему-то меня с Илоном Маском. Ну, наконец-то, на этой неделе я решил послушать самое последнее интервью Илона Маска. Если честно, я была достаточно удивлена тому, что их вызовы в работе с искусственным интеллектом, в создании автопилота для автомобилей было очень похоже с теми вызовами, с которыми сталкиваемся мы. Даже несмотря на то, что они занимаются компьютерным видением, а мы занимаемся финтехом, но здесь важный момент. Когда вы подходите к некой очень серьезной задаче, которая крайне детализирована и которая имеет огромную глубину и огромное количество неизвестности и непредсказуемости, вы всегда должны идти в эту работу с чувством того, что вы уже там, потому что вы представляете себе определенное решение, и затем это решение очень похоже на алгоритмическую кривую, в рамках которой вы создаете разный инструмент, это работает, и кажется, что вы уже почти добрали, что вот вы уже у финиша, и потом вы добираетесь до максимального пика, где вы понимаете, что оказывается, вы что-то упустили, и целый новый уровень сложности вводится в это уравнение. Именно поэтому на протяжении последних нескольких лет Илон Маск, например, тот же предсказывал, что вот они уже смогут представить автопилот с года на год, вот-вот-вот, но тем не менее это решение всегда ускользало. Это решение постоянно ускользало от их возможности решения. В нашем случае мы находимся на самых финальных шагах, и когда его попросили объяснить, почему он так об этом думает, то он дал определенное объяснение со своей стороны, и мы хотим сейчас объяснить с нашей стороны, почему мы считаем, что мы сейчас находимся на финальном шаге, и почему мы будем готовы представить уже это финальное решение на протяжении следующих пары недель, для того, чтобы наконец-то уже внедрить тот уровень сложности, который сможет привести все прилагаемые нами усилия к заключению. И я приводил вам пример, например, фонд «Медальон», который работал с восьми состояниями рынка, и это позволяло им работать вплоть до этого года. Это позволяло им получать выгоды от полученных результатов. Эти результаты, которые мы видим на сегодняшний день, опять же, мы все еще боремся с финальными точками, но между тем мы видим то, насколько точнее становится то, как мы работаем. Мы видим улучшения с каждым пройденным шагом, который мы добавляем. И здесь также очень важно упомянуть, что здесь не то, чтобы наши предыдущие результаты не давали нам желаемых показателей. Наши стратеги показывали хорошие результаты, но они не показывали наши результаты достаточно стабильно, которые нам были бы нужны для того, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что мы достигли успеха. И я бы хотел показать вам примеры последних двух недель, следующей недели, которые у нас будут, для того, чтобы финализировать некоторые финальные точки результатов. Поэтому, например, версия 2.17, которая сейчас у нас работает, так можно следующий слайд, спасибо. Она, по сути, говорит о том, что когда мы находимся в состоянии разворота рынка, мы не можем разворачиваться в каждой точке, потому что ведь очень часто вы можете находиться в просто состоянии различного шума. И вам нужна определенная точка разворота, которая бы коррелировалась с вашими точками сопротивления и поддержки. Но используете ли вы статические параметры, или если вы используете просто фиксированные точки, когда именно нужно входить в этом коридоре сопротивления и поддержки, или вы используете динамические параметры, которые там основаны на АТР, на других, которые помогают вам лучше понять текущую ситуацию на рынке. И если до этого мы были достаточно рады использовать исключительно статические параметры, сейчас мы поняли, что нам нужно использовать дополнительные уровни нормализации. И причина поэтому заключалась в том, что у нас не получалось улавливать финальные сигналы. И поэтому нам пришлось снова вернуться к доске, понять, как именно, и что именно пошло не так, и как это можно улучшить. И есть определенные элементы, определенные параметры, которые были недостаточно динамичны для того, чтобы точно отражать текущее состояние рынка. Мы смогли улучшить эту составляющую. И 192 линии поддержки, которые были нематериализованы для нас в предыдущем месяце. И сейчас, раньше у нас и не было, а сейчас мы каждый раз ловим точки разворота рынка. И точки разворота, когда поддержка превращается в сопротивление, наоборот, мы это разрабатывали последние две недели. То есть мы сделали все для того, чтобы сделать так, чтобы, используя нами точки входа и выхода, основывались на динамических, а не на статических параметрах. И это, например, той финальной версии, которую мы сейчас заканчиваем. Здесь присутствуют дополнительные инструменты, которые позволяют нам лучше работать с состояниями рынка. И то, что вы видите здесь, это то, что есть целый ряд разных способов, при помощи которых вы можете поймать те или иные возможности в этом рынке. Даже когда вы видите, это достаточно ясно, вопрос остается в том, как именно мы можем это использовать. Вы, например, можете использовать по-настоящему экстремальное состояние рынка с RSI. Вы можете использовать разные индикаторы для того, чтобы решить, когда лучше бы ходить в рынок, когда лучше бы ходить из рынка. И у нас, по сути, есть система искусственного интеллекта, которая по-разному показывает себя в тестах, в разных тестах и в разных комбинациях, где мы пытаемся понять, какой именно наилучший подход был бы для каждого состояния рынков. И здесь необходимо быть очень динамическим, когда мы работаем с рынком, потому что рынок даже на протяжении последних месяцев, мы видели, как этот рынок и его микроструктуры постоянно менялись. Поэтому нам нужно оставаться очень динамичными для того, чтобы иметь возможность достаточно хорошо конкурировать с остальными игроками на этом рынке. И поэтому здесь мы сейчас тестируем наши разные подходы к разным состояниям рынка. И финальная точка, которую, мы надеемся, сможет помочь нам закрыть и завершить работу с этим новым уровнем сложности, который нам был так сложен. И так можно, пожалуйста, нам следующий слайд. Это уровень динамических линий сопротивления, которые также являются... которые также создаются при помощи линейной регрессии, при помощи разных логаритмических кривых, при помощи разных систем распознавания паттерна, которые у нас есть. Это всего лишь один из примеров того, что у нас уже есть в нашем распоряжении. Это типичная вилка, которая, вы видите, замечательно работает, которая дает очень четкие сигналы, четкие понимания касаемо того, что именно нужно делать. Очень хорошо дает вам вход на зеленые точки, выход на красные точки. И подобный уровень предсказания, конечно же, крайне интересен. И опять же, для каждого состояния и для каждого элемента у нас есть разные формы, которые показывают, опять же, нам то, как именно реагирует рынок. И все в этом списке уже находится в системе. Поэтому, как я уже и говорил, у нас есть очень высокие уровни микроанализа текущего состояния рынка. У нас уже внедрены элементы предсказания для состояния рынка. И все эти новые подходы являются сложными для внедрения. Мы надеемся, что эту сложность мы уже преодолели, поскольку они уже внедряются. И мы в самое ближайшее время увидим, смогло ли из меня этого подхода пересечь эту черту для передвижения и улучшения точности наших предсказаний. И получилось ли, что наши сигналы теперь стали еще более точными, чем раньше. И я понимаю, что здесь я использовал достаточно обширное количество разной терминологии, но, тем не менее, если это упрощать, у нас был один подход, который раньше работал, и этот подход все еще работает. Но этого подхода теперь нам недостаточно, потому что этот подход не удовлетворяет наш подход к необходимости достижения возвратов по 300% в год с той стабильностью, с тем постоянством, которое мы хотим достичь. И я думаю, что как только мы до туда доберемся, как говорил Эдвард и Илья, не будет ни одной компании, которая сможет даже близко подойти к нам из тех, кто работает сейчас. Имейте в виду, что это не только про криптовалюты. Любые рынки, на которые мы будем выходить, будут, по сути, иметь ту же самую историю. Для того, чтобы вкратце это описать, это также история эфира, которая для нас, кстати, очень интересна. Потому что мы, как компания, как эндотег, мы очень серьезно верим в эфир, в блокчейн, мы верим в то, что эфир – это будущее. И даже учитывая все негативные составляющие криптомира, мы, тем не менее, все еще очень рады, и мы все еще в огромном предвкушении того будущего, которое нас ждет в криптовалюте. Мы по-настоящему верим, что там нас ждет все то, о чем люди говорили. Мы верим в децентрализацию, мы верим в доверие, мы верим в будущее блокчейна и разработки этой технологии. Поэтому при помощи работы с этим шагом это еще один показатель того, что мы находимся в правильном рынке, мы правильно распределили наши ставки, и нам нужно просто продолжать двигаться вперед для того, чтобы использовать эти возможности наиболее подходящим образом. Спасибо вам за внимание. Вау, это по-настоящему удивительно. Доктор Анна, огромное вам спасибо и по-настоящему вау. И, знаете, я вот обожаю разработку. Для меня разработка – это то, что по-настоящему меня вдохновляет. И когда вы пытаетесь нечто решить, когда вы знаете, что некое решение существует, а вы знаете о том, что решение можно достичь, и когда вы находитесь на этом пути, это по-настоящему удивительно. И, может быть, периодически вы не чувствуете того, что это как-то вдохновляюще, или быстро, или радостно, потому что иногда, как член сообщества, вы просто хотите видеть результаты. Но сейчас это один из тех моментов, когда те результаты, которые мы видим, будут настолько особенны, будут настолько значимы для всего рынка, которые смогут произвести по-настоящему удивительные результаты, финальный продукт, который по факту не существует вообще нигде больше в мире, результаты, которые настолько сильны и настолько мощны, что какой бы путь не был для того, чтобы от этого бороться, он будет того стоить. И помните, что когда этот результат будет достигнут, то общая оценка эндотека и оценка вашей доли в эндотеке, забудьте про показатели, про результативность. Даже тот факт, что мы как проект. И эндотек, по сути, создает нечто совершенно новое во всем криптомире, создает нечто новое в мире торговли, потому что сейчас, на текущий день, подобного вообще не существует. Это будет историческим. И это сможет действительно поместить этот проект на мировую карту. И послушайте, мы пройдем по этому пути вместе. Мы видели вызовы, мы видели взлеты и падения. Мы и слышим от доктора Анну полное прозрачное понимание этой ситуации. Каждый из нас лично знает, что это был далеко не самый простой проект для того, чтобы его полностью выполнить. Этот проект потребовал огромное количество работы. Этот проект потребовал огромное количество упорства, работы, внедрения систем, которые нужно было сделать, чтобы мы могли просто дойти до... Тогда бы у нас не было никаких поводов праздновать. За те первые шесть месяцев, как мы собрались в Дубай, потому что очень сложно зажигаться идеями и проектами, которые даются легко и без усилий. Но когда мы прошли вместе этот сложный путь, когда мы преодолели нужные вызовы, когда мы как сообщество привнесли нашу энергию, нашу веру, наши усилия в Эндотек, в Доктор Анна, когда мы смогли поставить на линию наш капитал на проект, в котором все было нелегко, который был полон вызовов настолько, что никто другой не мог позволить себе начать с этим работать. И Эндотек — это компания, которая этой цели достигнет. Дамы и господа, это история, которая говорит нам о том, что мы действительно прошли по этому пути вместе. И теперь мы имеем возможность вместе отпраздновать нашу награду. Поэтому для всех тех, кто был с нами с самого первого дня, для всех тех, кто участвовал с нами в приобретении пакетов криптовалют, мы сейчас проходим по очень интересным рядам, и это будет по-настоящему удивительная история во всем технологическом мире. Это будет история номер один во всем мире, во всем мире криптотрейдинга и искусственного интеллекта. Поэтому, доктор Анна, мы тебя любим, мы тебя очень ценим, мы знаем, что ты в этом процессе очень много несешь на своих плечах. Огромное тебе спасибо за то, что ты остаешься такой сильной, за то, что ты никогда не сдаешься, за то, что позволяешь нам продолжать двигаться вперед с нашим видением и с нашей миссией. Огромное вам спасибо за вашу поддержку. И, Анна, когда вы выступали, когда вы говорили про Илона Маска, говоря о сравнениях тех вызовов, с которыми сталкивается он, и тех вызовов, с которыми сталкиваемся мы, это меня тоже радует, потому что в будущем есть совсем немного вещей, которые можно предвкушать, и я не могу сейчас о них говорить, но нас ждет кое-что крайне интересное. Но нету никого, кто хотел бы больше получить результатов, чем мы. Нету ни одного человека в этом поле деятельности, который хочет, чтобы это случилось больше, чем мы, потому что у нас очень многое в это инвестировано. И в то же самое время, на самом деле, нам несколько проще через этот процесс проходить, потому что ведь мы находимся непосредственно в окопах, так сказать. Мы видим, что происходит, а некоторые другие участники в нашем рынке этого не видят. Иногда они смотрят только на финальные результаты, и они только по финальным результатам измеряют нашу успешность. Но эти результаты сейчас приходят не от нового искусственного интеллекта. Наши результаты сейчас приходят даже не от старого искусственного интеллекта, потому что ведь у нас есть разные другие стратегии, которые работают. Вы можете, например, прийти на сайт Endotag и увидеть некоторые стратегии, которые уже эффективно выполняют поставленную перед ними задачу. Поэтому здесь идет разработка, здесь идет тестирование. Очень сложно смотреть на это со стороны, понимая, что именно работает. Мы очень уверены, мы находимся в предвкушении, мы знаем точно, куда мы собираемся попасть. Я просто хочу еще раз повторить, что в прошлую субботу, когда мы втроем собрались вместе на созвон, мы достаточно долго общались, мы разбирали детали касаемо того, что именно внедряется нашими командами. Это было, скажем так, свежим дыханием. И мы смогли решить многие из тех вопросов, которые решить было необходимо. Я понимаю, что ваши цели заключаются в том, чтобы запустить это как можно раньше в сентябре. И я не уверен, когда именно мы сможем это тогда запустить. Но, очевидно, это будет не финальная версия, это будет просто первая стратегия, которая будет внедряться. Хотим спросить, вы все еще собираетесь запуститься в сентябре? Да, у нас ничего не принеслось. Да, как я уже и показывал, у нас уже есть апгрейды, которые происходят на каждую неделю. 17-я версия уже запущена, 18-я версия скоро будет запущена. Но у нас есть очень четкая дорожная карта. И каждая версия выпускается каждую неделю с новыми и новыми элементами. Поэтому здесь нет такого, что стратегия не работает. Просто наша стратегия становится все более и более точной. Соответственно, у нее повышается вероятность того, что все будет успешно. Здесь нет чего-то черно-белого. Здесь нет такого, что у нас результатов раньше не было, теперь результаты будут идеальными. Просто каждая версия улучшает вероятность хороших результатов. Мы все еще работаем в условиях высокого риска и высокого возврата. Мы все еще работаем со статистикой и с вероятностью. Но эта вероятность просто, например, повышается с 50 на 50 или с 60 на 40. Она, например, становится больше в сторону 90 и больше. Поэтому эта дорога будет пройдена еженедельными шагами. До тех пор, пока мы не сможем увидеть, что практически уже нет причин двигаться дальше и улучшаться. И тогда мы сможем начать открывать дополнительные рынки, накрывать разные дополнительные моменты. И ведь есть куда двигаться, включая, кстати, разные времена. Я бы не хотел об этом слишком много говорить. И мы об этом поговорим на каких-то других созвонах. Но, опять же, мы становимся лучше с каждым шагом. Поэтому на каком-то уровне можно сказать, что мы уже достаточно улучшились. И мы уже знаем, что предыдущие проблемы, которые были у нас до этого, уже сейчас решены. Поэтому, если рынок будет вести себя похоже на протяжении следующих нескольких лет, то его результативность уже должна быть значительно улучшена. Опять же, мы хотим быть очень точными. У нас должно быть возможность лучше использовать предоставляемые нам рынком возможности. Мы очень надеемся посмотреть, насколько быстро мы сможем получить нужные нам цифры. И да, это, кстати, очень важно, чтобы люди понимали, что здесь не черно-белое, что это не то, чтобы вот раз и началось. Здесь все-таки пошаговое внедрение. Но как только мы к этому подберемся, нам нужно будет начать к этому всему подстраиваться. Мне очень нравится это. Поэтому здесь нет такого, что мы каким-то образом идем в черно-белом. Здесь нет такого, что наша система, потому что, опять же, мы видели, что через разные условия рынка мы все еще живы, мы все еще продолжаем развиваться и двигаться вперед. И разные компании начинают потихонечку разрабатывать алгоритмическую трейдинг. Поэтому здесь нет такого, что мы в неком неизвестном. Но просто мы еще нельзя сказать, что прямо это в исследованном пространстве со стопроцентной вероятностью, в которой мы хотим находиться. Поэтому, опять же, нам нужно двигаться быстро и туда переходить. И мы, опять же, надеемся, что мы сможем очень быстро туда перейти. Супер. Да, Эдвард, то, что ты сказал, это так мощно и так сильно. Ведь у показателей криптотрейдинга есть такой огромный потенциал. Все рады тому, как у нас сейчас идут показатели в Форексе. Но правда заключается в том, что когда мы видим, как все включится на полную, то тот потенциал в криптовалютах, потенциал там намного выше. Да, именно поэтому мы продолжаем двигаться вперед. Именно поэтому мы концентрируемся на разработке именно криптовалют и искусственного телега. Потому что потенциал там намного больше, чем в любом другом рынке. Да, это круто. Спасибо. И еще один момент. В прошлый месяц у нас было мероприятие. У нас был созвон через Zoom с офисом Эндотека. И нас там было четверо, потому что и Рой, и Дмитрий тоже в этом участвовали. И Рой поделился с нами новостями из Эрнстон Янга. И после этого мы с ним смогли немного пообщаться, поговорить о том, что нам было необходимо какое-то письмо или другой письменный документ от Эрнстон Янга, что у нас вот был этот обзор. И он сказал, что мы с этим работаем, и что-то произойдет, и произошло следующее. Он мне написал, наверное, в час ночи. Я только-только вот хотел спать. И я сказал ему, что я ему перезвоню утром, и утро выдалось очень занятым. Перезвонить не получилось. Поэтому я думаю, что у него, наверное, есть какие-то интересные новости, которые мы в скором времени объявим. Но касаемо Эрнстон Янга, эти вопросы для вас, Анна. Возможно ли, что к нашему февральскому мероприятию, чтобы у нас, может быть, кто-то из Эрнстон Янга выступил с нами? Может быть, Рой, может быть, кто-то другой, чтобы они приняли участие вместе с нами в этом мероприятии в Дубае? Ну, надо посмотреть. Я не могу за них это сказать, но я могу с ними об этом поговорить, и могу спросить их, не против ли они присоединиться к нам на наше мероприятие. Ну, по крайней мере, может быть, хотя бы через Zoom. Хотя к тому времени, я думаю, что у нас уже будет огромное количество новостей, которые будут внедрены. Ну, так или иначе, сказав это, у нас так или иначе будут для вас новости по поводу Эрнстон Янга, для того, чтобы у вас это было. Конечно, мы не можем показывать все детали и всю документацию, потому что часть из них является конфиденциальной, но мы, возможно, пригласим Роя, чтобы он мог поподробнее с нами об этом поговорить. Да, именно так. Да, сегодня у нас созвон чуть покороче. Да, кстати, вот, про Японию хотим сказать. Мы хотим всем сказать, что 1 октября, то есть мы уже провели небольшой тур этим летом, мы пролетели уже три страны, мы там побывали, выступили в Европе, и в Японии 1 октября будет по-настоящему удивительное мероприятие, в рамках которого мы ожидаем, что будет более тысячи людей, и если у вас есть лидеры в Японии, или если у вас есть люди, с которыми вы хотите начать работать в Японии, мы однозначно будем рады, если они присоединятся к этому мероприятию, и мы будем проводить наш следующий глобальный созвон из Японии. Поэтому это будет по-настоящему удивительным концом месяца. Мы очень рады возможности достигнуть шестимесячной отметки с производительностью Форекс, поэтому, опять же, это первая неделя октября, все будут очень рады увидеть показатели, остаточные бонусы, и это будет по-настоящему интересно. Поэтому это будет очень интересным месяцем, сентябрь будет по-настоящему удивительным. Пейсеттер Ресет завершился, мы не собираемся каким-то образом продолевать это промо в сентябре, поэтому поздравляем всем тем, кто смог все-таки воспользоваться этим промо на протяжении последних нескольких месяцев. Пейсеттер Ресет – это не будет продолжаться в сентябре, поэтому это важно понимать в контексте сегодняшнего дня. Так, Эдвард, есть ли еще какие-нибудь детали, которые я опустил? Так, ну, по поводу моментума паков. По сути, каждый раз, когда месяц заканчивается, к нам приходит огромное количество запросов. Будете ли вы продлевать запущенный промо на следующий месяц, но в следующий раз мы сделаем следующее. В следующий раз мы это продлим не до конца сентября, но мы продлим это до тех пор, пока полное, общее количество взносов не превысит, перейдет за 500 миллионов. Поэтому мы будем официально продлевать моментум паки. Те моментум паки будут все еще доступны и сентябрь, и, скорее всего, в октябрь, в зависимости от того, как быстро будут расти продажи, до тех пор, пока общие взносы, сумма общих взносов не достигнет 500 миллионов. А прямо сейчас на 35 миллионов, просто, чтобы было понимание. То есть прямо сейчас у нас 35 миллионов ровно, то есть до 50, извините, не до 500, а до 50 миллионов. То есть еще 15 миллионов мы можем по этой программе набрать. И да, моментум паки были по-настоящему удивительными. Я думаю, что на мероприятии в Японии мы распродадим все, что сейчас там есть. Да, такая вероятность действительно присутствует. То есть для тех из вас, кто вдруг не знает, моментум паки позволяет вам 90% ваших взносов пустить в живой трейдинг. А это, скорее всего, означает, что это самая мощная промо для того, чтобы наши участники могли продолжать вкладывать, потому что вместо 70% у нас в трейдинг запускается намного больше. И просто напоминание для тех, кто, возможно, не в курсе. Это начинается с пятого пакета. Если вдруг у вас есть пакет пятого уровня Форекса, то вы можете поучаствовать в шестом моментум паке. Если у вас четвертый пакет, то вы можете купить моментум пакет пятого и шестого уровней. Здесь очень важно, что 90% общих взносов идет в живой трейдинг. И вы все еще получаете возможность получить ту же самую долю, как вы получаете при покупке изначальных паков. Поэтому это очень мощное решение. Да, все так. Круто. Итак, доктор Анагерон, спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Мы вас очень ценим. И всем вам огромное спасибо за то, что сегодня к нам присоединились. Опять же, не забудьте купить ваши билеты на мероприятие в Дубай. Мы по-настоящему собираемся полностью в это вложиться. Как вы знаете, у нас будет мероприятие в арене Кока-Кола в конце марта. Но, опять же, из-за тех многочисленных вызовов, которые у нас было за полгода до этого мероприятия, у нас не получилось собрать тот отклик, который мы хотели. И, как всегда, мы очень прозрачно говорим, что я верю в то, что есть огромное количество людей, которые, скорее всего, не верили, в то, что Дейзи все еще будет здесь сегодня сильнее, чем когда бы то ни было раньше. Скорее всего, есть огромное количество людей, которые видели, как компании приходили и уходили, как проекты приходили и выходили. И большинство проектов, когда они сталкиваются с вызовами, они исчезают. Вместе с ними исчезают и деньги, и проект так или иначе схлопывается. Но, ну вот, пожалуйста, прошло уже два года. На мероприятии в Дубае уже исполнится ровно два года. Мы сильнее, чем когда бы то ни было раньше. Мы все еще полностью прозрачные, мы, по сути, только-только начинаем. Поэтому это мероприятие в Дубае, оно по-настоящему будет празднованием силы нашего сообщества, силы нашего проекта. Это будет празднование того, что Дейзи никуда не собирается уходить, что Эндотек никуда не собирается уходить, что наше видение никуда не собирается уходить. Мы, по сути, только-только-только начинаем. И я думаю, что это само по себе уже заслуживает огромного количества отмечания и празднования от всех из наших членов сообщества Конечно, путь был непрост, и было много своих вызовов, но наш путь продолжается, наше движение вперед продолжается И это то, что нам всем стоит отпраздновать Тот факт, что в сегодняшний день, с таким огромным количеством всякого плохого, что каждый из вас смогли найти проект И являетесь частью проекта, который на 100% реален и который на 100% привержен тому, чтобы полностью дойти до заявленного окончания И мы верим в то, что это мероприятие в феврале будет по-настоящему тем местом, где произойдут самые сильные изменения Мы хотим видеть, как тысячи разных наших участников сообщества собираются вместе И мы постараемся зажечь нечто на этом мероприятии Нечтое такое, что потом эхма раскатится по всему миру Поэтому, друзья, пожалуйста, мы вас всех приглашаем Мы приглашаем вас поучаствовать Нам нужно, чтобы сообщество сейчас поучаствовало с нами и сказало, что Дейзи — это самый настоящий проект из всех, которых мы когда-то не было видели И мы все здесь Мы здесь до конца Ведь мы просим сообщества для того, чтобы они сплотились Для того, чтобы мы вместе могли перевести это на совершенно новый уровень Поэтому это мероприятие в Дубае, скорее всего, является самым важным решением И, скорее всего, является самым важным следующим шагом для сообщества Дейзи Я думаю, что мы можем этом сегодня завершить Что нам нужно, чтобы вы нам помогли Мы, как сообщество, просим вас встать и сказать, что мы здесь, мы часть этого движения И давайте создадим совместно энергию, совместно создадим ускорение Которое позволит нам в Дубае проявиться так, как раньше мир этого не видел Для того, чтобы это стало реальностью, нам нужно, чтобы мы все взяли на себя обязанность, ответственность Быть там, привнести свою энергию, свое видение И давайте совместно в феврале напишем историю Поэтому перейдите на сайт itoldyuso2023.com И вы все еще можете получить цену для ранних пташек Поэтому до 7 сентября она действует Поэтому давайте вместе возьмем на себя эту ответственность, как сообщество по всему миру Возьмем на себя ответственность, что мы там будем, как сообщество В феврале, в Дубае, и мы по-настоящему увидим, как происходят волшебные вещи Итак, Эдвард Ильям, есть ли еще какие-нибудь моменты, которые нам нужно было с вами проговорить? Я думаю, что на этом все, Джереми? Доктор Ана, я также хочу вас поблагодарить за ваше участие сегодня И также буду рад увидеть вас в Токио через две недели Да, увидимся там Спасибо, спасибо, всем спасибо Глобал Стар Клаб Возможности безграничны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok